Геологи отметили свой профессиональный праздник. Его учредили 52 года назад, когда были открыты крупнейшие месторождения в Сибири. А вот первые месторождения на карте Нинецкого округа появились еще раньше, 60 лет назад. С тех пор на территории заполярного субъекта разведаны десятки перспективных залежей. Многие сейчас являются действующими. День геолога накануне отметили на главной площади поселка Искателей. Впрочем, это не единственный праздник. Муниципальному образованию исполнилось 44 года. Детские игровые площадки, мастер-классы, песни и танцы. Жители поселка Искатели отмечают сразу двойной праздник. Муниципалитету 44, геологоразведки 60. Исторические события, которые неразрывно связаны между собой. А это моя внучка. Можно показать. Здесь у меня родились четыре внучки. Ольга Фролова долгое время работала в Тиманской экспедиции. Ее муж, прославленный гидрогеолог в Нинецком округе Александр Несифоров, изучал состав и закономерности движения подземных вод. Он открыл минеральную воду на рыбокомбинате, знаете. Потом ее почему-то прикрыли. Она так и называлась. Несифоровка. Ему была фамилия Несифоровка. Все, я очень волнуюсь. Спасибо. Геологоразведочные работы на территории заполярного субъекта начались 1 апреля 1968. Тогда была образована нефтегазовая экспедиция глубокого бурения номер 5. В последующие годы месторождения открывали одно за другим. В регион приходили все новые недропользователи. Минувшей осенью в поселке появился памятный стенд. На нем история геологоразведки. Героев должны знать в лицо, считают в местной администрации. Василковская, Харягинская, Варандейская. За 40 с лишним лет открыто множество месторождений. Это, конечно, заслуга тех, кто строил, работал и жил в этом поселке. Растихина, Ордалин, Титов. В честь этих людей названы не только улицы, но и действующие месторождения. Сегодня округ живет, будем говорить, в нормальном ритме. Строит жилье, строит инфраструктуру, социалку, например, да, все это. Это благодаря геолам. Это основная доходная часть. Сегодня, кроме всего прочего, разведаны и другие полезные ископаемые. Есть и никель, есть и уголь. Все это в промышленных масштабах. Сегодня с этой трибуны перед всеми нами поют песни наши дети, выступают с хорошими словами для того, чтобы еще и еще раз вспомнить тех первых, кто создавал эту великую и замечательную традицию. И эта история, которая родилась в наших глазах, сегодня закреплена всей нашей жизнью. Первые деревянные строения, так называемые бараки и другую инфраструктуру здесь возвели геологи. Жилье предполагалось будет временным. Однако многие дома стоят уже 40 лет. С годами поселок только развивался. Появились школа, спортзал, дом культуры. Теперь муниципальное образование называют самым развитым в Ненинском округе. Оно и неудивительно. Населенный пункт расположен всего в 10 километрах от Наринмара. Со столицей региона связывает постоянная дорога. Видели где-нибудь бараки? Этого ничего не было. Одни бараки стояли. Но и тоже жили весело. Не только сейчас. Тогда было веселее, по-моему. Как-то люди были вроде бы доброжелательные. Надо быстрее снести все эти дома, и чтобы люди жили в хорошем, благоустроенном жилье. Мы доступная среда. Я всегда говорю за нее, чтобы она была доступна для всех. В ближайшее время в поселке сдадут несколько современных домов. Квартиры получат те, кто живет в аварийных строениях. В планах возвести и новую школу. Правда, произойдет это не раньше 2022 года.